С нами на связи неизменный комментатор украинской трансляции песенного конкурса Евровидения Тимур Мирошниченко. Тимур, ну как же так? Буквально три дня назад в эфире с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко мы обсуждали, что Украина уже начала готовиться, уже в указанные сроки выполнила все необходимое на данном этапе. И вчера вот такое резкое заявление Евровидения в Украине не будет. У тебя есть ответ на это? По сути, перед фактом поставили. Да, так и есть. Поставили перед фактом. Я уверен, что не было даже никаких консультаций с украинской стороной. С одной стороны, это, безусловно, очень некрасиво. С другой стороны, ну смотрите, мы постоянно, особенно сейчас, когда огромное количество людей возвращаются из Европы, они нам рассказывают о том, что в Европе, конечно, все прекрасно и все хорошо, но бюрократия, постоянные какие-то сложные процессы, то, что мы привыкли делать быстро, легко, да, в Европе с этим все очень сложно. Вот Европейский Вечательный Союз – это такая, своего рода, квинтэссенция всего европейского. Они очень большие перестраховщики всегда, во всем. На всех этапах у них есть какие-то запасные варианты, бэкапы так называемые, да, что касается производства шоу. А здесь еще, когда, ну уже не год, уже 11 месяцев до шоу, они уже решили перестраховаться и сделать вот такой бэкап в виде того, что давайте проведем в Британии, где все безопасно, где все мирно и все наверняка получится. Это немного странно, потому что, ну как минимум до конца лета, до начала осени, до, ну, наверное, начала сентября – это такое граничное время, когда мы должны объявить, где будет проводиться Евровидение. Время еще есть. А то, как быстро все меняется у нас на фронтах в нашей стране, ну, как бы к концу лета, может быть, уже все и закончится, а мы уже все не можем проводить Евровидение. Тимур, ну это очень цинично с их стороны. Они думают о запасных вариантах, ведь у нас нет запасного варианта. У нас один вариант – победа и Евровидение в следующем году. Мы не можем… У нас тоже есть запасной вариант, это нормально. Я уверен, что среди всех вариантов, которые рассматривает украинская сторона, помимо украинских городов, безусловно, есть, например, запасные аэродромы в виде той же Британии или там той же Польши, ну, неважно, да. Вот смотри, вот буквально сегодня я видел, по крайней мере, да, заявление о том, что Польша, возможно, закроет небо над Западом нашей страны. А ведь в том месте уже можно спокойно тогда организовать Евровидение. Согласен. Согласен. Как вариант. Послушай, то есть шансы есть, мы сможем отстоять нашу позицию. Ты веришь в это? Что нужно для этого? Ну, мы были бы не украинцами, если бы вот так вот все бросили и все, да, сказали, а, ну нет, ну ладно, нет. Нет, конечно, я уверен, что наше правительство будет продолжать бороться. Наверняка, рано или поздно, ну, когда это будет необходимо, вмешается и президент Владимир Зеленский. Я уверен, что это не окончательное решение. То есть на данном этапе было заявление от Европейского обещательного союза. Более того, они же не сказали, что все, 100% Евровидение будет в Британии. Нет, Британия тоже еще не сказала, да, Евровидение мы готовы принимать. Ну, достаточно услышать Бориса Джонсона, который сказал, что Украина должна принимать Евровидение, да. Ну вот, тем более, да, тем более, когда Борис, наш родной и любимый, да, тоже такое говорит. С другой стороны, конечно же, подумать и, снова-таки, я еще раз подчеркну, у нас есть время. Мы не обязаны прямо здесь и сейчас сказать, что Евровидение будет там-то, да. То есть где-то до конца лета, до начала осени у нас есть время. Но, по крайней мере, продумать вариант, например, о совместном производстве конкурса Евровидения 2023 с той же Британией, да, UK plus UA, в этом тоже что-то может быть, да. Лучшие страны на планете вместе объединяются для того, чтобы сделать лучшее музыкальное семейное шоу мира. Ну, это, по сути, тот альтернатива еще и тому военному альянсу, который предлагает Борис Джонсон, да, Украине. То есть можно сделать такой вот творческий культурный альянс и вместе провести Евровидение. Конечно, это же тоже фронт, это тоже фронт. Это культурный фронт, это информационный фронт. И если уже даже отбросить все там сентименты и дополнительные какие-то факторы, да, то, в принципе, результат этого года он показал, в первую очередь, что консолидацию, солидарность всех цивилизованных стран мира вокруг нашей проблемы, нашей беды. И они, грубо говоря, да, если 24 февраля все мы думали, что мы в этой войне одни, то вот в мае на Евровидении нам вот так вот просто положили руку на спину и сказали, ребята, мы с вами. И вот сейчас братья вот так вот заявлять, ну, для меня это немножечко странно, неожиданно и даже где-то обидно со стороны Европейского вещательного союза. Я надеюсь, что это не точка. Тимур, ну вот если сработает все-таки эта бюрократия и Европейский вещательный союз будет категоричным, сам назначит страну для проведения Евровидения, и, по сути, они ведь сломают схему всего конкурса. Ведь если Великобритания будет принимать Евровидение, а еще вчера была новость о том, что тогда Украина, возможно, будет проводить Евровидение в 2024 году, но тут же не получается все, не клеится. В следующем году может победить Франция, и тогда победитель Франции не повезет конкурс в свою страну. Да, сто процентов. Вот это уже точно басни, потому что, ну, никто в следующем году, кто бы не стал победителем 2023 года, ну, не возьмет и не отдаст свое честное право проводить конкурс. И это будет уже нечестно по отношению к той стране, которая выиграет в следующем году. В любом случае, как бы, прецеденты бывали, да, уже неоднократно за 66 лет истории конкурса были случаи, когда страны по тем или иным причинам отказывались проводить... Это, в частности, Израиль, да, когда было слишком дорого для них? Израиль, еще были там, по-моему, не буду утверждать, по-моему, Ирландия, когда третий раз подряд выиграла Евровидение, сказали, ну, нам достаточно, да. То есть, бывали такие случаи, и, в принципе, по регламенту Евровидения, если страна отказывается или по тем или иным причинам не может организовать конкурс следующего года, то они предлагают, в первую очередь, тем, кто занял второе место. То есть, здесь, как бы, это соблюдено. А говорить о том, что в следующем году мы отдадим их снова право Украине, вот это уже точно бред. Ну да, тем более мы не отказывались от проведения конкурса. Да. Тимур, спасибо вам большое. Комментатор украинской трансляции Евровидения Тимур Мирошниченко был с нами в прямом эфире.